Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. В проделанной работе отчитались руководители силовых структур, а также сотрудники местной администрации. Встречу провел глава муниципалитета Владимир Ружицкий. 31 уголовное дело возбуждено на территории городского округа Люберцы в период с 16 по 22 апреля. Среди раскрытых преступлений, кражи и угон автомобилей, незаконный оборот оружия, а также факты распространения наркотиков. Кроме того, стражам порядка удалось пролить свет и на убийство, совершенное 17 апреля в поселке Томилино. В подвальном помещении гаража был обнаружен труп, неустановленный мужчиной, 50 лет, с признанной косилистой смерти. В ходе опроса хозяина дома, гражданина Сорокина, было установлено, что примерно 12 дней назад в ходе распития спиртных напитков у него произошел конфликт с гражданином Мамоновым, безработным. В ходе конфликта Сорокин нанес несколько ножевых ранений к Мамонову, от которых он скончался. Также Сергей Разгуляев обратил внимание, что на территории городского округа совершаются такие преступления, как нападение на МФЦ и вскрытие банкоматов. В связи с этим заместитель начальника Люберецкой полиции призвал обратить внимание на улучшение качества видеонаблюдения и средств охраны. Далее на оперативном совещании выступили представители пожарной службы. Доклад о проделанной работе зачитал начальник ведомства Павел Иванов. За прошедшую неделю подразделения Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществили 114 выездов по сигналу тревоги в частности ликвидации четырех пожаров, два из которых произошли на территории городского округа Люберцы. Благодаря грамотным действиям спасателей все пожары обошлись без человеческих жертв. А для того, чтобы в очередной раз отработать свои навыки и напомнить жителям о правилах эвакуации, 24 апреля они проведут учения на объектах с массовым пребыванием людей. Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Стоит отметить, что в этом направлении у пожарных запланирован ряд мероприятий. 25 апреля проводим на территории Томилинского участкового лесничества в поселке Октябрьский учение по ликвидации лесотрофенных пожаров. 26 апреля также проводим учение пожарно-тактические в рамках гарнизонных мероприятий на торговый центр «Мега Белая дача» с привлечением сил и средств по повышенному рангу пожара для того, чтобы потренировать и пожарных, и в очередной раз потренировать сотрудников торгового центра по эвакуации людей в случае возникновения пожара. 21 апреля из-за сильного ветра произошли сбои в работе ЖКХ. В доме на Октябрьском проспекте упал дымоход, в результате чего пострадала кровля и перекрылся чердак. Устранением проблемы занялась управляющая компания ЛГЖТ. Проведены работы по временному накрытию кровли для недопущения протечек. Сегодня работы будут проведены в полном объеме по восстановлению кровли. Далее Алексей Бодров рассказал о ходе выполнения губернаторских и муниципальных программ по ремонту домов и подъездов. По состоянию на 23 апреля работы на 42 входных группах уже завершены. Напомню, до конца лета в Люберцах преобразятся более 1300 подъездов. Своими планами на дальнейшее развитие муниципалитета поделились также сотрудники управления дорожного хозяйства и благоустройства городского округа. Луиза Игазарян, Александр Асеев, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.